Издавна центральный городской парк привлекает к себе внимание жителей. Считается, что здесь особое, чуть ли не магическое место. И Мытищинский парк мира имеет свою историю, свою ауру, которой дорожат старожилы городского округа. И свои первые деревья мытищих я посадила еще, помню, в 9 лет, когда мы приехали с частного сектора. И мы в центр города еще, конечно, не было, но вот Новый Тищинский проспект был. Предложений, пожеланий по обустройству парка всегда было и будет много. Например, кто-то хотел бы восстановить традицию качелей, популярных еще полвека назад. Хорошее, хорошее предложение. Давайте подумаем. Впрочем, все такие предложения и пожелания объединяются на встречах с жителями. И с их учетом разрабатывается комплексный план благоустройства. У нас запланированы достаточно грандиозные планы по благоустройству. Это благоустройство трех парков, это благоустройство пяти скверов. Данный проект сейчас находится на стадии подготовки аукционной документации. Планируется прохождение рабочей группы для того, чтобы связаться со всеми инстанциями. На этих схемах видно – парк – сложный, многофункциональный организм. Вносить изменения, менять структуру оформления надо очень осторожно. Впрочем, в Центральном парке работы уже начинаются, и сроки их проведения рассчитаны на ближайшую перспективу. Вообще, обещают, конечно, самое оптимистичное – это сентябрь закончить. Мы очень верим подрядчикам, но надеемся, что до конца года мы точно его уже откроем вместе с детьми торжественно. И будет у нас прекрасная территория, парк и детское досуговое учреждение. Благоустройство будет идти постепенно, в несколько этапов, и закрывать парк при этом не будут. Основные виды работ начнутся после 10 мая. Сергей Берзин, Первый, Мытищинский.